Шальные залетные годы в дороге, зовут и зовут меня в дар. Православный монастырь Рождества Пресвятой Богородицы, основанный еще в 15 веке, известен как Цетинский, и находится в бывшей столице страны, городе Цетине. Монастырь является одним из важных духовных мест Черногории и привлекает сотни тысяч верующих со всего мира. Здесь хранится одна из самых почитаемых святынь в христианском мире – десница Иоанна Крестителя. Она представляет собой три пальца вентленной правой руки святого. Этот человек был родственником матери Иисуса Христа, и он крестил Иисуса, трижды окунув его голову в реку Иордан. Религиозная святыня – не только предмет поклонения верующих. У каждой заведка существования складывается своя долгая и нелегкая жизнь. Путь святынь порой выглядит куда более захватывающей, чем любой из известных детективов. Десница Иоанна Крестителя – яркое тому подтверждение. Прежде чем попасть в Цетинский монастырь, лесница хранилась в разных странах. Иногда приходилось ее прятать. В течение 120 лет святыня находилась в Российской империи. Чтобы спрятать десницу от большевиков, ее вывезли в Дании, где была передана княгине Ольге Александровне. Из Дании ее перевезли сначала в Сербию, а затем отправили в Черногорию. В 50-х годах прошлого века сотрудники спецслужб Югославии обнаружили спрятанную святыню. Она была изъята и скрыта от всех. И только спустя несколько десятилетий была раскрыта тайна местонахождения святой реликвии. В 1993 году лесница была предъявлена всему миру. В настоящее время любой желающий может подойти к леснице Иоанна Крестителя в Цетинском монастыре. Помимо этого в монастыре хранятся многие другие реликвии. Частицы животворящего Креста Господнего, останки последних монархов страны, Мальтийский орден рыцарей. Также в сокровищнице Цетинского монастыря хранится Евангелие, крест и плащаница, которую вышивала сама Российская императрица Екатерина Великая. Цетинский монастырь в настоящее время является политическим и культурным центром страны. Это сердце и душа православной Черногории, который во все времена являлся символом свободы, национального самосознания и сильного духа черногорского народа.